Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня у нас в гостях Иерей Павел Коньков. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Рады вас видеть в нашей студии. Взаимно. Сейчас православные христиане соблюдают пост 40-дневный. Давайте поговорим о нем. Первонаперво пост – это такое дело духовное, дело внутреннее. Конечно, внешне он тоже определенным образом отличается. И в первую очередь самое яркое – это меняется, скажем так, пища человека. Мы стараемся воздерживаться от пищи животного происхождения – мясо, молоко. И в рождественский пост у нас есть послабление, он не такой строгий. Мы имеем возможность кушать рыбу. И, соответственно, есть определенное время, когда даже и это послабление снимается. И время – это последняя неделя поста, которая начинается 1 января. Во время поста, помимо внешней гастрономической стороны, мы больше уделяем время на внутренние процессы, на молитву, на какие-то душевные или, наоборот, интеллектуальные познания. То, знаете, как говорят, до чего руки не доходили, пост – это уже пора. Тогда, когда надо уже работать по-серьезному. Если человек, например, какой-то не соблюдал строго молитвенное правило, вот постом надо соблюдать полностью. Если человек очень давно хотел прочитать Евангелие, но все как-то, знаете, не доходили руки, все некогда, вот уже время специальное для этого. Конечно, мы говорим, по большей части, о том, что пост должен включать в себя определенного рода отказ отказ от того, что человеку дорого, но в плане развлечений. Если человек, например, любит слушать музыку, то лучше во время поста поменьше слушать музыки. Если человек любит какие-то увеселительные мероприятия, лучше поменьше, или вообще от них отказаться по возможности. И во время поста как раз мы на это обращаем большее внимание. Если говорить, опять же, о каких-то ограничениях, скажем так, вообще для чего это делать? О чем в это время нужно думать? Внешне очень серьезно влияет на внутреннее. И форма, она порою определяет и содержание. Поэтому, когда мы воздерживаемся от даже определенного рода пищи, от какого-то развлечения, у нас высвобождается довольно-таки много времени и энергии, внутренней, да, человеческой энергии, для того, чтобы избежать каких-либо проблем. То есть, первонаперво мы смотрим на свою душу. И во время поста, знаете, наверное, слышали такое выражение, что во время поста много разных проблем, искушений творится у человека. А они тоже неспроста, неслучайны, поскольку человек становится более восприимчив как к добру, так и к злу. И больше видит зла внутри себя. Если мы видим, например, на протяжении всего года, мы не замечали в себе какой-то, ну, допустим, в качестве примера возьмем такого вот тщеславия. Я не замечал в себе, что вот я так тщеславлюсь. И во время поста, когда кто-то начал хвалить кого-то, да, там, или нас, там, кто-то, чувствуя себе вот эту тепло, вот, видите, появился грех. Раньше я его не замечал, а во время поста я его заметил. Соответственно, означенная тема позволяет ее уже решить. То есть пост – это такое, как вам сказать, время для особенной работы над собой. Может быть, какие-то послабления людям, которые не то, чтобы мы не будем говорить о тех, кто не ходит там в церковь, да, ну, просто хотя бы вот сто процентов желательно бы исключить из рациона, и тем более на новогоднем столе это присутствовать не должно. Вообще начнем с того, что Новый год, который скоро придет к нам, ко всем в гости домой, он не является греховным. Есть две позиции в церкви, которые имеют право на существование и нормально, мирно сосуществуют уже на протяжении многих и многих столетий. Есть первая позиция, что Новый год праздновать нельзя, поскольку пост. И главный праздник все же зимы – это Рождество. И есть многие семьи, в которых Новый год не празднуют. Это обычная ночь в году человека, но вот на Рождество все-таки даже елки дома ставят, да, и украшают их в знак вот такого пришествия Рождества Христова, которому, на самом деле, вот этот рождественский пост нас и готовит. Другая позиция – это то, что Новый год праздновать можно, позволительно, но в миру. Не так давно жил протопрессвитер Александр Шмеман, он жил в Соединенных Штатах Америки, русский человек, был иммигрантом, скажем так, его родители были иммигрантами. И он в своих проповедях говорил, что Новый год – это пора, когда мы отмеряем определенный цикл. Вот прошел год, мы смотрим, что Он нам принес, да, что мы успели сделать, что мы не успели сделать, как Господь нас порадовал, да, что Он нам дал для спасения, для нашей жизни. Мы всегда говорим «С Новым годом, с новым счастьем», да, то есть цель этого праздника – мы всегда ищем счастье. Но счастье для верующего человека невозможно без Бога, невозможно без Христа. И говоря вот «С Новым счастьем», да, мы желаем счастья друг другу, верующие люди всегда друг другу желают поближе приблизиться к Богу, побольше узнать Его, сделать свою жизнь максимально приближенной к тому идеалу, который привнес в нашу жизнь Христос Спаситель. И вот в этом ключе Новый год не только, скажем так, возможен, но и вполне себе легален, даже с духовной точки зрения. Я думаю, что послабление можно сделать некоторым людям, да. Во-первых, по учению Церкви, Русской Православной Церкви, поститься запрещается кормящим и беременным женщинам. Послабления делаются для учащихся. Школьники, студенты в семинарии, к примеру, даже во время Великого поста студентам разрешается есть рыбу, хотя всем остальным запрещается. Мы можем делать послабления для маленьких детей, потому что их заставлять поститься ни в коем разе нельзя, поскольку это будет серьезно влиять на их развитие. Мы делаем послабления для военнослужащих, для людей, у которых очень тяжелая физическая работа, и для тех людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Во время самого Нового года, новогоднего, скажем так, стола, да, все же, если человек считает себя верующим, по-настоящему верующим человеком, лучше соблюдать пост, даже во время Нового года. Есть такая дореволюционная еще традиция во время новогоднего праздника делать 12 блюд по числу месяцев. Но вот если до революции еще Новый год был уже в непостное время, потому что мы жили по другому стилю, и Рождество было до Нового года, то сейчас можно было бы эту традицию, так, знаете, транспортировать на то, чтобы делать эти блюда постными. Я знаю очень много православных семей, которые празднуют Новый год, но празднуют постным. И я думаю, что каждая хозяйка при должном стремлении и желании может сделать новогодний стол довольно-таки обильным, изящным и постным. Те люди, которые не готовы пока отказаться, или слабы, или по разным причинам не могут пока поститься строго, все-таки тогда нужно делать альтернативу. Я думаю, что самым главным все-таки лейтмотивом Нового года должна быть умеренность. Потому что почему-то бывает так, что, вы знаете, вроде человек держится, держится, а на Новый год, вот, все, вот, как будто прям, ну, есть такое выражение, да, с катушек слетает человек. Вот это неправильно. Это неправильно не только с точки зрения христианина, с точки зрения вообще человека неверно. Я думаю, что вполне разумно можно обойтись и с, там, алкоголем. Да, если, там, под бой курантов выпить бакал шампанского, страшного, это ничего не будет. У нас в храме уже третий год, на сам Новый год, в саму новогоднюю ночь мы служим Божественной Литургией. Есть такое выражение, как встретишь Новый год, так его и проведешь, да. Вот хотелось бы Новый год всегда встречать вместе с Христом, вместе с Богом. И самое лучшее, самое высшее проявление связи человека и Бога – это служба. И вот уже третий год Бог даст, все будет хорошо, мы будем служить Божественной Литургией, который начнется в 12 часов ночи, и под взрывы фейерверков мы будем совершать самую главную службу в жизни христианина. Но я всегда всем говорю, что если ваши близкие против того, чтобы вы уходили на сам Новый год куда-то, лучше оставаться с близкими, потому что не все к этому готовы. Не все могут понять человека, который скажет, я хочу на Новый год отсутствовать. Все-таки, слава Богу, в нашем обществе присутствует традиция, что Новый год – это семейный праздник. Все же это семейный праздник. И, на мой взгляд, семьи должны собираться в саму вот эту ночь для того, чтобы сказать друг другу теплые слова, чтобы пообщаться вместе. Поскольку наша жизнь сейчас имеет такой бешеный ритм, что мы порой просто какие-то обычные вещи не успеваем обсудить, не говоря уже о каких-то серьезных или каких-то радостных событиях. Павел, спасибо огромное, что пришли к нам в студию в преддверии светлых праздников. Мы очень рады были вас здесь видеть сегодня. Заходите еще обязательно. Спасибо. С наступающими. И вас тоже. Спасибо. Это была программа подробностей. Всего вам доброго. С наступающими праздниками. Субтитры подогнал «Симон»